Привет всем! И сегодня, как всегда, мы поговорим о самых актуальных и важных событиях в Германии, а именно... Многие изменения в жизни часто остаются незамеченными, но всегда существуют правила, которые влияют на всех нас. Вот обзорные более важных изменений и нововведений, которые вступят в силу с августа 2024 года. Возвращение к обычному ночному времени для публичного просмотра с 22 часов. PayPal расширяет возможности двухфакторной аутентификации. Расширенные возможности обучения теперь гарантируют всем молодым людям доступ к квалифицированным учебным позициям. И другие новости. Возвращение регулярного ночного сна. После завершения мужского чемпионата Европы по футболу 2024 года, с 1 августа вступит в силу специальное положение о защите от шума. Положение о защите от шума во время выступлений на открытом общественном телевидении во время мужского чемпионата Европы по футболу 2024 года, которое разрешало публичный просмотр мероприятий после 22 часов, теперь отменен. Муниципалитеты теперь должны обеспечить своевременное прекращение выступлений общественного телевидения на открытом воздухе, чтобы обеспечить спокойствие в ночное время. Эта мера возвращает привычную вечернюю тишину и снижает возможный шумовой дискомфорт для жильцов. PayPal внесет важные изменения в параметре безопасности входа в систему с августа 2024 года. Эти изменения призваны предложить пользователям большую гибкость и повысить безопасность их учетных записей, как сообщает ЧИП в онлайн-статье. В дополнение к предыдущим опциям, таким как пароль или приложение Authenticator, теперь можно будет использовать приложение PayPal или WhatsApp в качестве второго факторной аутентификации. Такое расширение возможности безопасности особенно полезно для пользователей, которые не хотят полагаться исключительно на приложение с ключами доступа или аутентификации. Кроме того, пользователи могут пометить свои устройства как доверенные, то есть им не придется вводить шестизначный номер каждый раз при входе в систему в будущем. Эта настройка направлена на упрощение процесса входа в систему и одновременное повышение безопасности. PayPal объявил, что эти изменения будут реализованы после принятия новой директивы Евросоюза, которая устанавливает более строгие требования безопасности для услуг онлайн-пратежей. Это новое введение призвано обеспечить пользователям простой и безопасный доступ к своей учетной записи PayPal, не жертвуя при этом удобством. С 1 августа 2024 года вступит в силу новый закон, который введет гарантию обучения для всей молодежи. Целью этого постановления является предоставление молодым людям без профессиональной квалификации доступа к полноценному обучению. Ранее федеральное правительство сообщало, что только социально незащищенные молодые люди и молодые люди с ограниченными возможностями обучения, а также те, кто бросил обучение, могли воспользоваться предложениями внешнего обучения. Новое положение расширяет право на внешнее обучение для всех молодых людей, которые, несмотря на интенсивные усилия, не могут найти места для обучения на предприятии. Эти учебные курсы организуются агентствами по трудоустройству и центрами занятости и проводятся в учебных заведениях. Однако главной целью остается переход на обучение внутри компании, при котором о молодых людях по-прежнему будет заботиться тот же учебный центр, как говорится далее. Но это еще не все. 1 августа 2024 года вступит в силу реформа Федерального закона о помощи в обучении, БАФИК, которая увеличит основные потребности и другую финансовую поддержку. Базовая ежемесячная потребность для студентов и школьников увеличивается на 5% с 452 евро до 475 евро. Кроме того, на 5,25% будут увеличены доходы родителей или партнеров, что обеспечит большую поддержку со стороны БАФИК. Фиктированная ставка расходов на жилье также будет скорректирована и увеличится с 360 евро до 380 евро в месяц. Доплаты за медицинское страхование и страхование по уходу также будут скорректированы с учетом растущей стоимости жизни. Эта реформа направлена на снижение финансового времени для студентов и предоставление им лучшей финансовой поддержки во время обучения. Для всех, кто обязан подать налоговую декларацию за 2023 год, крайний срок – 31 августа 2024 года. Но поскольку этот день приходится на субботу, срок продлен до 2 сентября 2024 года. Важно подавать налоговую декларацию вовремя, так как своевременная подача может привести к штрафам за просрочку уплаты и другим последствиям. Особенно это касается тех, кто подает налоговые декларации без поддержки налогового консультанта. Поэтому, по мнению Федерального министерства финансов, своевременная подготовка и подача налоговой декларации имеет решающее значение во избежании дополнительных расходов. С 1 августа 2024 года Vodafone окончательно прекратит поддержку некоторых интеллектуальных технологических устройств, о чем сообщает компания в онлайн-сообщении. Это касается устройств со встроенной сим-картой, которые с этой датой будут деактивированы. Пользователям этих устройств придется искать альтернативы, поскольку с августа эти устройства перестанут работать. Затронутые устройства на вашем экране. Для устройства со съемной сим-картой для сохранения функциональности можно использовать сим-карту другого провайдера. Vodafone рекомендует пользователям позаботиться о замене как можно раньше, говорится в выводе компании. А сейчас интересная информация для владельцев домохозяйств. Невероятный ажиотаж. Каждый домовладелец задумывался о наличии собственной солнечной системы в Германии. Неудивительно, ведь солнечная система сейчас более привыльная, чем когда-либо. В разгар этой растущей тенденции молодая компания Enpol привлекает внимание своим инновационным подходом. Их последний продукт энергоменеджер Enpol On обещает произвести революцию в использовании солнечной энергии немецкими домовладельцами. И в чем же суть нового солнечного чуда? Так как эта солнечная компания стала лидером рынка в Германии. Enpol, основанная группой амбициозных молодых предпринимателей, поставила перед собой задачу сделать солнечную энергию доступной каждому. Более 700 тысяч домовладельцев уже доверяют Enpol. Это означает, что молодая компания в рекордно короткие сроки превратилась в лидера рынка солнечных систем в Германии. Со своим новым энергетическим менеджером Enpol On они теперь предлагают еще один шаг вперед и предлагают домовладельцам комплексное подключенное решение Enpol On. Это не просто солнечная система, а интеллектуальный энергетический менеджер. который позволяет домовладельцам оптимально контролировать потребление энергии, одновременно извлекая еще большую выгоду из преимуществ солнечной энергии. Что делает Enpol On солнечным чудом? Enpol On предлагает домовладельцам самый дешевый тариф на электроэнергию в Германии от 12 центов за киловатт-час. И это еще не все. Благодаря прямому маркетингу домовладельцы получают дополнительно до 600 евро в виде денег за электроэнергию. Команда Enpol позаботится обо всем от планирования до установки. Поэтому домовладельцам не о чем беспокоиться. Кроме того, Enpol On оснащен новейшими технологиями, которые позволяют точно контролировать и оптимировать потребление энергии в доме. Это означает, что домовладельцы могут не только сократить расходы на электроэнергию, но и уменьшить свой экологический след. Будь то маленький или большой, старый или новый, Enpol On может быть установлен практически где угодно и предлагает индивидуальное решение для каждого домовладельца. Реакция на Enpol On была исключительно положительной. Домовладельцы во всей стране сообщают о значительной экономии на счетах за электроэнергию. Многие люди впечатлены простотой и эффективностью системы и с энтузиазмом рекомендуют ее друзьям и соседям. Об успехе компании сообщили такие телеканалы, как РББ, АРД, ЦДФ и НТФ. Клиенты также убеждены в солнечном чуде Enpol. Независимый институт TIFF Salon подтверждает удовлетворенность клиентов лидера рынка оценкой «хорошо». Вот такие изменения ждут нас в августе 2024 года. Дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментариях. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. И желаю вам замечательного дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok